Благодарю вас, ваше высокопреосвященство, владыка митрополит Исидор. Сердечно приветствую преосвященных владык, духовенства, представителей власти, вас всех, мои дорогие прихожане, особенно молодежь. С особым чувством я всегда вступаю под своды этого храма. 25 лет жизни было отдано Смоленской епархии. Когда, вступив на патриарший престол, я имел встречу с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Он поинтересовался, и так как-то покасательно спросил меня, вы, кажется, там в Смоленске служили, а сколько лет? Я говорю, 25. Пауза. 25? У нас, говорит, у светских иногда нужно поработать рабочим, колхозникам, чтобы украсить биографию. Что потом говорили, он не только во власть вышел, но он, быть, из простых, он-то еще там работал. Но 25 лет – это не украшение биографии, и это так. Но для меня это было созиданием моей души пребывания здесь, укреплением моей веры, воспитанием меня в пастерской ответственности. Я с огромной благодарностью вспоминаю пребывание 25-летнее здесь, в граде Смоленске, и с любовью вспоминаю и духовенство, которое окружило меня, и поддержкой, и любовью, и всех вас, мои дорогие, всех прихожан, которые приходили на службы, слушали мои проповеди, окружали меня любовью и заботой. И, наверное, нигде, кроме этого храма, я не чувствую такой близости со всеми вами, потому что именно в непростые очень годы и для церкви, и лично для меня, Господь судил мне, сподобил меня быть архипастырем смоленским, молиться в этом святом храме, взаимодействовать и сослужить и в богослужениях, и в трудах с духовенством, и чувствовать поддержку смолен. Поэтому эти годы – это нечто очень существенное в моей жизни. Но потом не было так, чтобы из Смоленска становились патриархами московскими всей Руси, а Господь сподобил меня недостойного именно от этих святых мест, от этого кафедрального собора, исполненного присутствием чудотворного образа Богоматери, от этой молящейся общины и взойти на патриарший престол. А потому что ничто и никогда не помрачит моей памяти и даже не сотрет эту память из моего сознания о тех 25 годах жизни и служения в городе Смоленске. Ну а сейчас, посещая вот этот храм и взирая на всех вас, я с радостью отмечаю, что все эти труды, которые совершались здесь мною, вместе с духовенством, вместе с вами, мои дорогие прихожане, эти труды продолжаются, совершенствуется церковная жизнь, открываются приходы, развиваются различные направления вне богослужебной деятельности, в том числе и работа с молодежью, что еще и еще раз скажу, является лично для меня приоритетным, потому что от воспитания молодежи зависит не только будущее церкви, но смело можно сказать, будущее страны нашей. Вот дай Бог, чтобы вся та духовная сила, вся та духовная потенция, которая в этом месте сконцентрирована через великий исторический духовный опыт смолян, через святыню здесь пребывающую, через молитвы в этой святыне многих и многих паломников со всей Руси, вот пусть эта духовная сила укрепляет и нынешнее поколение смолян, и во власти сущих, и простых людей, духовенство наше, и всех, кто любит Родину, любит Смоленский край и готов трудиться во благо и Отечества нашего, и Церкви нашей, и этого дивного Смоленского края. Верю, что Господь преклонит милость, потому что уж очень много и скорбей, и крови пролилось на этом месте, и в защиту Родины, и в защиту Церкви. И такие подвиги, и такие жертвы, они никогда не проходят даром. Они всегда отображаются в тех, кто наследовал людям, принесшим эти жертвы. И дай Бог, чтобы милость Божия в ответ на те страдания, скорби и жертвы смолян, чтобы эта милость Божия изливалась сегодня на всех вас, и на власти, и на духовенство, еще раз повторю, и на народ, и на молодежь нашу. Но в моем сердце всегда сохраняется Смоленск. Не нужно никаких воспоминаний особенных, не нужно никаких чтений исторических. Это память и в разуме, и в сердце, и исторнуть ее просто невозможно. Потому что, наверное, если бы не было опыта жизни служения в Смоленске в тяжелейшие годы, наверное, и не состоялся бы патриарх Кирилл. Поэтому огромная благодарность земле Смоленской, духовенству, всему верующему народу. И молюсь о том, чтобы Господь никогда не отступал своей милостью и любовью от этого великого героического края земли нашей. Чтобы Царица Небесная через икону Адигитрии простирала над смолянами свой божественный небесный покров. Чтобы сила благодати, исходящая от чудотворного образа Смоленской иконы Божией Матери, укрепляла всех вас. А пожелание такое. Храните веру в православную, в первую очередь. В ней же наше спасение. В ней основа нашего национального сознания. В ней источник нашего патриотизма. И к большой родине, и к малой родине. Вера православная – это то, что сформировало наш народ и нашу страну. И никакие силы, которые сегодня пытаются разрушить страну, и в первую очередь нападают на церковь нашу, не могут и не должны возыметь никакого успеха. Они должны быть отражены от жизни нашей, как героические наши предшественники отражали полки иноплеменных, хотящих захватить и погубить единый народ наш. Вот такие мысли приходят, когда посещаешь героическую Смоленскую землю, когда соприкасаешься со святынями земли Смоленской, наипаче с чудотворным образом Адегитрии, и когда встречаешься со всеми вами, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры. И да поможет всем нам, Господь, еще раз хочу сказать, хранить веру православную, любовь к Отечеству, любовь к малой родине, и трудиться во благо Церкви и страны нашей. Аминь. С праздником всех вас поздравляю.